На этом уроке мы проведем грамматический разбор 27-го аэта. Поистине они были не надеющимися на расчет, то есть они не надеялись на расчет, не ожидали и не боялись его. Частица «инна» здесь не только указывает на усиление смысла, но и на причину вышеупомянутого наказания, которое им уготовлено. То есть как будто здесь сказано «Им уготован ад леэннахум кяну ла юрджуна», потому что они не надеялись на расчет. И как сказали некоторые ученые, в этом аэте есть указание на то, что они совершили всякое зло и оставили совершение добрых дел. Ведь тот, кто верит в то, что он будет воскрешен и спрочен за свои деяния, будет совершать благие дела, за которые он будет надеяться на награду, и оставлять злые деяния и грехи, за которые придется испытывать страх и держать ответ. И тот, кто не надеется на награду за благие дела, а также не боится за совершенные злодеяния, так как не верит в то, что он будет воскрешен, такой человек открывает для себя дверь к любым злодеяниям и преступлениям, так как он полагает, что ему за это ничего не будет. По его мнению, он останется безнаказанным. А что касается верующего, то его веру в предстоящий спор и расчет удерживают его от злодеяний и толкают его на совершение благих деяний, за совершение которых он надеется на награду. Итак, иннахуми инна – это харфу таукидин в наспин – частица усиления. И наспа – то есть добавляется к подлежащему и сказуемому, где она ставит подлежащее состояние насп, после чего оно уже называется «Исму-инна», и ставит сказуемо в состоянии арф, после чего оно уже называется как «Хабару-инна». И это и означает слова танцебулисма в тарфу аль-хабара. Мабнив аля фатхин – с неизменяемым окончанием, с фатхин на конце. Ла махалля лухминал-иараби – не имеет места в подлеже, да и не нуждается в нем. Хум – аль-хау – это домир муттаслум – с литной местоменем. Мабнив аля донби – с неизменяемым окончанием, с неизменной домой на конце. Фимахалля наспин би-инна – на месте подлежа на насп посредством частицы инна. И является «Исму-инна», то есть именем, которое частица инна поставила в винительную поддержку в состоянии на насп. Мы здесь упомянули «Исму-инна», и мы знаем, что должны упомянуть ее хабар тоже. Но для этого нам надо провести грамматический разбор каждого слова по отдельности, и только после этого мы сможем упомянуть хабар-инна. Поэтому, как в математике, мы, держа хабар-инна в уме, не забывая о нем, переходим к глаголу «кана» в предложении «кану-ля-юрджуна». Кана – это фиалин мадан – глагол прощающего времени, накусин – недостаточный глагол, то есть нуждается после своего «Исма» еще и в хабаре, так как его «Исма» и хабар – это в основе мумптада и хабара, то есть подлежащая сказуемого. Из-за своей нужды в хабаре, то есть в имени, который этот глагол ставит в состоянии «насп», этот глагол и назван так, то есть недостаточным глаголом. Он нуждается в нем для завершения своего смысла, чтобы предложение стало полнозначным, с законченным смыслом. Мы говорим «ярфау лисма» и «янсубуль хабарат», то есть этот глагол ставит имя, то есть то, что прежде было подлежащим, ставит его в состоянии «арав» – именительный падеж, и ставит в свой хабар, то есть то, что являлось сказуемым подлежащим, ставит его в состояние «насп» в именительном падеже. Значит, «кана» нуждается в «ясме» и в хабаре. Дальше мы говорим, что «кана» здесь «мабнион аля доми» с неизменяемым окончанием, с «домой» на конце. Почему? Литтесалих билавил джамаат, из-за своего присоединения к местомене множественного числа мужского рода «вау». «Вау» – «альвау» – это «домир муттасанус» – «литное местомение мабнион аля сакуни» с неизменяемым окончанием сакуном на конце. «Фи махалли раф и не смукана» «На месте падежа раф» является «исмукана», то есть тем самым именем, которое в основе являлось подлежащим, и которое глагол ставит в состояние «арав». Но мы здесь говорим «на месте падежа раф». Почему? Потому что это местоимение, а все местоимения, как это известно, это слова с неизменяемым окончанием. «Валь алифу» – «алиф» после местомения «вау» «Валь алифу фарикутн» «Алиф» после местомения «вау» служит для различия, то есть различает между этим «вау» являющимся местомением и другими видами «вау», как, например, последняя коренная буква «вау» или союзная частица «вау». «Ля юрджуна» Здесь так же, как в случае с «инна», прежде чем упомянуть хабр глагол «кана», мы должны разобрать по отдельности приходящие после него слова и только после этого затронуть его хабр. Поэтому, держа в уме хабр «кана», так же, не забывая о том, что мы все еще не упомянули хабр «инна», хабр «инна» тоже, мы переходим к глаголу «ля юрджуна». «Ля» – это «харфу нафин» «ля ямар» Это частица отрицания, которая не оказывает на окончании этого глагола никакого влияния или воздействия. «Харфун мабнин аля суккуни» Это частица с неизменяемым окончанием с суккуном на конце. «Ярджуна» Это «фаулен мударин» Глагол «настоящее будущее времени» «марфуан» поставлен в состояние «арраф» «Почему?» «Ли таджаррудихи миннан насуби ульджазами» «Так как он свободен от воздействующих на него аминов», то есть факторов, которые ставят его в состояние «насб» или в состояние «альджазм» «Признаком состояния «арраф» о нем является «субут нунь» «Наличие буквы нунна» «Почему?» «Ли эннаху мин ла фаалил хамсати» «Так как этот глагол из тех пяти форм, у которых признаком состояния «арраф» является нунна» Остановимся на грамматическом разборе местомения «вава», который является его фаалом. Иншалу, на следующем уроке мы продолжим. «Ль хамду лиллахи раббил ааламин» Субтитры создавал DimaTorzok